Василий Ефимович Березнев трижды получал ранения, одно из которых в первом бою на свой 17-й день рождения. Но сегодня горечь от фронтовых потерь сменяют добрые воспоминания, как освобождал Киев, Керчь, Анапу. Считает себя счастливым человеком, ведь дожил еще до одного дня победы. Сегодня готовится быть гостем на мероприятиях в Бресте 3 июля. Для того, чтобы лично пригласить на праздник и поздравить ветерана, пришли председатель Брестского грузполкома Александр Рогачук и военный комиссар города и района Валерий Косянюк. Большая коллекция медалей Василия Ефимовича пополнилась. И хотя сегодня на его кителе множество орденов, он уверяет, что тогда, в годы войны, главной наградой было остаться в живых. Никогда не ожидал, что к нам на Кавказ немцы доберутся. А тут, понимаете, уже где-то летом 42-го года, когда немцы на Сталинград и на Кавказ, и от нас уже были немцы где-то 80 километров, а потом и 60 километров. Вы знаете, даже так иногда идешь с работы, а знаете, зарево так, этих взрывов, трагические такие вот события, особенно такие тяжелые бои, потери, они тоже, конечно, разве можно забыть их? Да не забыешь никогда. В кресте уже осталось 120 человек, которые с оружием в руках защищали нашу Родину в годы войны. И вот дойти до каждого, даже на уровне председателя Горисполкома, наверное, это уже святая обязанность. Поэтому все руководство города, все руководители обязаны лично посетить каждого ветерана, вручить эту высокую награду. И вот эти ощущения, которые сегодня я испытываю, это ощущение восхищения масштабом личности этих людей. И восхищает их патриотизм, вера в то, что жизнь прожита не зря. И тем более обязывает нас, поколение, которое идет после них, сохранить все то мирное, все то, что они сделали для нашего поколения. Много страдал и выживал ради счастья потомков и Аркадий Моисеевич Бляхер. Прошел от Сталинграда до Берлина. В Бресте Аркадия Моисеевича называют человеком легендой. Его регалии вправду не перечесть. И званий не сосчитать. Но новая юбилейная медаль займет достойное место на парадном кителе. Вообще, встречу мэра города Александра Рогачука и ветерана Великой Отечественной Аркадия Моисеевича Бляхера можно назвать доброй традицией. Каждый раз она проходит по-особенному трогательно и душевно. С каждым годом все сложнее просить очевидцев военных событий, рассказать о том, какой была война и победа. Но они, люди в Великой Эпохе, всегда соглашаются говорить, несмотря на возраст и плохое самочувствие. Слушал сообщения об освобождении Минска. Минска на Украинском фронте. Я очень обрадовался, потому что я минчанин. Родился в Минске. Кончил 10 классов в Минске. Выпускной вечер. Был 21 июня 1941 года. И на следующее утро война. Поэтому этот праздник для меня очень дорог. Я всегда горжусь той, скажем, задачей, той миссией, которая на меня возложена, на мой военкомиссариат. Это вручение медалей. Это еще общение с этими ветеранами. Это еще одна возможность встретиться с ними, пообщаться, пожелать им здоровья, услышать их проблемы и, конечно же, помочь в решении каких-то социальных проблем. Ну и пожелать им долгих лет жизни и всех благ. Сегодня в квартирах седовласых героев особенно многолюдно. И такое внимание не только в преддверии важных праздников и значимых дат. Ведь так или иначе мы последнее поколение, у которого есть возможность пообщаться, обнять и пожать руку героям, которые подарили стране мирное небо. А потому сегодня, как никогда, важно поспешить, чтобы сказать спасибо. Это не компания какая-то. Мы реально с каждым ветераном знакомы уже лично, потому что они занимают активную и позицию в плане участия в всех городских мероприятиях. Здоровья им и каждому до 100 лет, как минимум. Поэтому благодарен здесь и нашему совету ветеранов, который отслеживает даже жизненные изменения по каждому ветерану с точки зрения каких-то семейных неудобств, проблем каких-то семейных. Это дело чести, это дело нашего нравственного, какого-то долга перед нашим старшим поколением.